24 сентября под Бобруйском в поселке Доманово произошел пожар. Полыхала баня. Спасатели оперативно укротили пламя. К счастью, обошлось без жертв. Причиной едва не случившейся трагедии стала печь. Такие происшествия не редкость. Количество возгорания растет с приходом холодов. Домовладельцы часто нарушают правила эксплуатации обогревательного оборудования. Сотрудники МЧС начинают сезонные рейды. Здравствуйте. Супружеская пара радушно встречает инспектора. В доме уютно, чисто и тепло. Аккуратная печка исправно делает свое дело. Все трещины заделаны, притопочный лист в порядке. Сотрудник МЧС напоминает правила эксплуатации отопительного оборудования. Важно его не перекаливать, так как нагреваются находящиеся поблизости строительные конструкции. В частном секторе они, как правило, деревянные. Топить печь нужно без фанатизма. В сильные холода лучше не пытаться обогреть жилище за один раз, а сделать это в несколько заходов. Соблюдение несложных правил поможет получить желаемое тепло без угрозы для жизни и здоровья. На особом контроле многодетные, одинокопроживающие и люди, которые ведут асоциальный образ жизни. Инспектор заходит в дом по улице Крестьянской. Хозяин нигде не работает, кровь делит сожительницей. В доме две печки. Одна исправна, а вот с другой проблемой, как говорится, налицо. Повсюду трещины. Притопочный лист, как и положено, 50 на 70 сантиметров, но не закреплен. Рядом с топкой опасно лежит коврик. А ведь мужчина из-за своей беспечности уже был на волосок от смерти. Получалось, угорал. Просто привык дровами топиться, а был, одно время топил с абрикетом, а надо еще уметь топить, а него не закрыть. Сотрудник МЧС заходит в дом к пожилой паре. Внимание к пенсионерам не случайно. По статистике, больше половины возгораний приходится на те дома, где проживают престарелые люди. И виной тому не всегда плохое отопительное оборудование. Стариков просто подводят память и зрение. С печкой здесь все в порядке. А вот пожарный извещатель без батареек лежит в шкафу. Инспектор объясняет, чем это чревато. Памятка, памятка, безопасность. В том числе здесь есть большой номер пожарной службы. Налезно положить возле телефона. В доме молодой женщины инспектор проводит противопожарный инструктаж. Чтобы не допустить беды, необходимо своевременно очищать печь и дымоходы от золы и шлаков. Не реже одного раза в три месяца. Запрещается использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости. И, конечно, нельзя доверять топку печей малолетним детям. Весь отопительный период спасатели усиленно работают над безопасностью в жилом фонде. Поэтому инспектор МЧС регулярно проводит пожарно-профилактическую работу, общается с гражданами, проводит, скажем так, обследование теплогенерирующих аппаратов, печей для того, чтобы показать людям на какие-то существующие ошибки, если таковые имеются. Потому что важно, чтобы тепло было действительно безопасно. Частный сектор всегда в зоне повышенного риска. Только с начала года в Бобруйске и районе произошло 13 печных пожаров. К слову, в прошлом году их было на порядок больше – 21. Но отопительный сезон только начинается. Есть время подготовиться к зиме. Проще предупредить опасность. Ведь лучшая практика – профилактика.